ребята всем привет это meizu 16 а вот это meizu 16 это два разных телефона многие уже запутались в названиях вчера я распаковывал meizu 16 видео есть на канале а сегодня я буду распаковывать обычный meizu 16 если говорить вкратце то флагманским устройством является meizu 16 а meizu 16 это такая немного урезанная версия 16 meizu 16 очень похож на meizu 16 но стоит он дешевле meizu 16 также как и 16 у меня в черном цвете и какое отличие по корпусу имеется у 16 и у 16 этот телефон сделан из металла а meizu 16 сделан из стекла задняя крышка у него стеклянная конечно круче эффект не смотрится meizu 16 из стекла но стекло это не такой практичный материал как металл поэтому ну тут каждый выбирает сам сзади собственно говорят точно такой же дизайн как у 16 также расположена камера такая же вспышка все очень похоже и спереди тоже телефон напоминает нам meizu 16 также есть разъем для наушников usb тайп си микрофон динамик и сверху еще один микрофон несмотря на то что этот телефон стоит меньше чем meizu 16 здесь сохранили на экранный сканер отпечатков пальцев как я понимаю абсолютно такой же как в meizu 16 работает с той же скоростью с той же точностью давайте сейчас я это проверю так ну и пробую разблокировать да все то же самое что и на meizu 16 экран 6 дюймов super amoled разрешение full hd plus у меня предпродажный образец поэтому даже я не могу поменять здесь обои на этом телефоне давайте посмотрим на каком андроиде он работает 8 1 0 версия оффлайн 7 1 4 0 g управлять телефоном можно несколькими способами можно с помощью фирменной кнопки mback можно жестами как айфоном можно просто с помощью стандартных вот этих вот гугловских кнопок мне больше всего нравится кнопка mback и жесты чем же тогда разница вы меня спросите зачем покупать нам более дорогой 16 если в 16 обычном все то же самое и за меньшие деньги сейчас я вам покажу главное отличие чем этот телефон отличается от более дорогого 16 самое главное отличие это процессор у этого телефона установлен snapdragon 710 мощный процессор но не самый крутой а вот как раз meizu 16 который называется 16 th у него установлен 845 snapdragon он конечно очень мощный но даже 710 он тоже очень мощный и его сейчас хватает но реально за глаза у него очень мощное видеоядро у него очень мощные ядра но это надо понимать или вы покупаете какую-нибудь ferrari там которая разгоняется за три секунды до сотни либо вы покупаете там какой-нибудь porsche который разгоняется за 4 секунды это оба очень хороших результата очень быстро и похожая ситуация вот с этими meizu либо вы покупаете на 845 тогда это вообще максимальная производительность либо чуть-чуть похуже но все равно быстро у обычного meizu 16 потому что 710 snapdragon это реально практически топовый процессор он лучше чем 660 чем 670 чем 636 в общем единственный да кому он проигрывает это пожалуй 845 ну и возможно еще 835 получается этот телефон в antutu набирает на 120 тысяч меньше чем meizu 16 тот набирал 280 этот 165 и давайте еще заценим сим лоток посмотрим можно ли сюда установить флешку или нет нет так же как и в meizu 16 только можно установить 2 наносим карты по поводу камер кстати я тоже смотрел презентацию этого телефона и вроде как отмечали что у этого телефона камеры абсолютно такие же как у meizu 16 более дорогого а если это правда то здесь камеры просто отличные по возможностям камеры я вот сейчас смотрю то здесь ну все то же самое тоже 4k видео тоже есть портреты фронтальная камера так давайте переключусь на фронталку фронтальная камера тоже умеет делать портреты видео умеет записывать естественно качество full hd да вот по возможностям камеры абсолютно все то же самое да телефон конечно очень классный по камере посмотрите насколько четкая текстура руки получилось очень высокая детализация здесь даже мелкие волосинки видны на руке ну а это пример видео на meizu 16 full hd снимаю с окна есть оптическая зум двухкратный вот он есть трехкратный зум но правда трехкратный зум уже цифровой вот так снимает видео телефон визу 16 тут у меня кости пришел и еще я хотел проверить также ли здесь есть стереодинамики так ставлю максимальную громкость но звук хороший в итоге знаете что могу сказать если у вас не хватает на meizu 16 то вообще берите без проблем 16 просто 16 смотрится он конечно попроще но с другой стороны вы все равно наденете какой-нибудь чехол и не будете смотреть на заднюю крышку а спереди он абсолютно такой же как и meizu 16 ссылку на этот телефон я оставлю в описании к этому видео это был первый смотр просто анбоксинг обзор будет немножко позже ну и на этом все с вами был дима всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока до субтитры до субтитры